Добрый день, друзья и недругие. Настал день для очередного фрагмента из Чичваркина иностранного агента. Я уже достаточно подробно и детально объяснял, почему я делюсь вот этими размышлизмами релаканта. И повторяться не хочу. Я считаю, что люди все в целом образованные, взрослые, разумные, сами сможете сделать выбор. С Невзоровым, да, они там сказали, что Лида и Невзоров, странно, что ребенка не приписали к этому сыну. Это экстремистское объединение, там все комписковали, все, что было у Невзорова в России. Но хочется сказать, что ведь они же были знакомы по Санкт-Петербургу. И опять же, он же... Конечно, в 2012 году Невзоров был доверенным лицом. Да. У него же какие-то особенные всегда личники. Если он был с человеком знаком, он считает этих людей предателями, там еще что-то. Но судя по его, так сказать, натуре, по его характеру, он обязательно догоняет тех, кого он считает, что лично его предали. Либо... Либо... Нет, и государства нет. В первую очередь, кто принял присягу. Если ты принял присягу в ФСБ, потом пошел против системы, этим точно кранты. Если ты принял присягу в Министерство обороны, ты как бы не такого уровня предатель, как ФСБшный предатель. Но тоже тебя нужно уничтожить, безусловно. Ну, Александр Глебович вроде ни Министерства обороны, ни ФСБ не принимал. Поэтому он жив еще. Доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Человек, который совершенно по-другому решает вопросы с медийным пространством. И в этом смысле рефлексии, насколько я понимаю, у него нет. И он был в других отношениях с Собчаком. Вот вас не смущает, что вы доверенное лицо человека, который уже не вас, но каких-то других журналистов, говорящих какие-то вещи против шерсти, не задумываясь, может убрать София? Меня вообще не беспокоит судьба других журналистов. И меня вообще вот эти все так называемые этические мелочи меньше всего занимают. А быть доверенным человеком, который был замом Собчака, это не смущает? Вы знаете, меня вообще, Ксения, ничто не смущает. И в частности вот в этой ситуации с доверенностью я согласился, и согласился, и в общем согласился не без воодушевления, потому что на мне висит один старый должок перед Владимиром Владимировичем. Я его помню. Какой? Этот человек сделал мне очень доброе дело, реально выручив меня и спася в предельно сложной для меня ситуации. А что вы, простите? Я неуполномочен рассказывать. Личная? Или она связана с общественной деятельностью? Нет, это было отчасти связано с общественностью, отчасти связано с вашим папой, отчасти связано вообще со всей той ситуацией. И он проявил на тот момент, я не знаю, насколько он изменился, на тот момент проявил поразительное благородство. Такое не забывается. Поэтому я доверенное лицо не у Путина, президента. Я доверенное лицо не у Путина, который говорит что-то про вульгарную светскость. Я доверенное лицо не у того Путина, который скручивает в барайний рог вашего брата-журналиста. Я доверенное лицо у того человека, которому я обязан, когда я сочту этот долг выплаченным. То есть личное вы же общественное в этом смысле? А для меня вообще общественные интересы несущественны. А зачем он вам? Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Добрый день, друзья, не добрый день вам, не другие. Есть такое словосочетание «полезный идиот». Кстати, термин «идиот» не подразумевает автоматом негативную коннотацию. Вспомните хотя бы бессмертный роман Фёдора Михайловича Достоевского. Ну а что касается прилагательного «полезный», то это зависит от того, кому он прилагается. Вот, допустим, очень полезно то, что делает Евгений Чичваркин, иностранный агент. Я от него узнал, например, что в системе координат Прибалтов хороший русский – это мертвый русский. То есть он там какую-то акцию устраивал с раздачей бесплатных бургеров, что-то там такое. И ему объяснили, что он, может быть, и считает себя хорошим русским. То есть человеком, который радует за свержение Путина, вот это вот всё. Но нет, хороших русских не бывает. Короче, считаю время от времени полезным оставлять отрывки из его интервью. Другим хорошим русским. Ну, как русским. Тоже как хорошим. Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова